всем привет на моем канале cgn msp или cgn msp то есть для начала скажу что же вообще обозначают эти буквы название моего канала многие не знают об этом если те кто знает немножко смотрел видео на моем канале то они знают что я часто летаю между америка и германия в общей сложности я летал уже 15 раз в миннесоту и cgn это обозначение для аэропорта кельн бонн который находится здесь буквально в 10 минутах езды от этого места и официальное его обозначение cgn то есть кельн бонн то есть по-английски колонн бонн и msp это обозначение для аэропортов миннеаполис сэнд пол тоже двойные два двойной год два города до аэропорта один на два города что так же как и здесь это что касается название моего канала это как бы спонтанно было принято многие просит меня поменять название канала но пока к этому делу не пришло но в будущем возможно над этим я уже задумывался в голове крутится название всякие и поэтому предлагаю вам если у вас есть какие-то идеи можете спокойно написать мне это в комментарии хочу немножко рассказать о себе те люди которые пришли недавно или может быть даже два три четыре пять шесть месяцев назад они знают что это за тип такой ездить туда-сюда каждые два полтора месяца из германии в америку или некоторые вообще даже не знают о том что я живу в германии некоторые вообще не знают о том что я езжу в миннесоту да смотря кто на какое видео попадет и смотря кто сколько видео из моего репертуара просмотрят сегодня я хочу коротко рассказать кто я что я где живу планы на будущее так сказать немножко внести ясность для тех кто не совсем в курсе дела давайте начнем по порядку я живу в германии уже в течение 23 лет приехал сюда в 1996 году в апреле месяце и в апреле месяце 19 года будет 23 года до уже полных 23 года как я проживаю в германии что сказать о жизни в германии считаю себя абсолютно интегрирован владею языком зо гудес гейт их ган англич а ди шпрах альс мэнитсвайт швах нутсен айн ван фрай загичпазо это немножко так спонтанно я даже я принципе все что я сейчас говорю это спонтанно да я ничего не запланировал просто хочу вас ввести в курс дела давайте поговорим откуда я приехал я приехал из сибири из красноярского края из краснотуранского района из поселка лебяжье вот так вот глубоко в сибири я жил так учился в средней школе закончил 11 классов поступил затем в педагогический колледж города минусинска это все же красноярский край который находится на границе с республикой хакаси если может быть кто-то знает да город абакан город черногорск это абакан это так сказать столица республики хакаси затем после того как 6 месяцев отучился один семестр мы получили приглашение в германию и я это дело бросил то есть я учился на физрука кстати и меня попросил директор спортивной школы центральной районной потренировать детишек с которыми я в принципе занимался до 11 класса на что я согласился потому что наша тренер что ушла в декрет она была беременна что я сделал до апреля месяца я тренировал детишек маленьких то есть лыжным гонкам до ездил с ними на соревнования и так далее затем мы приехали в германию я прошел курс немецкого языка как и все поздние переселенцы кстати приехал я в германию по статусу немца да и фамилия у меня немецкая если кто-то хочет узнать она звучит так дитрих по-немецки да по-русски просто дитрих дитрих по-немецки дитрих так вот этой фамилии есть конечно перевод если кому-то очень интересно просто просто зайдите в google переводчик переведите посмотрите что же она означает на русском языке фамилия очень смешная в переводе звучит а вообще она в германии очень распространенная так как иванов петров сидоров наверное может быть не совсем так потому что наверно это мюллер хоффман шнайдер вот этот на на самые распространенные фамилии в германии не наверное точно так прилетели мы в германию прошел я полгода курс немецкого языка обычный да как и все поздние переселенцы курс бесплатный оплачивал полностью государство прожили мы в общежитии опять же для таких переселенцев и спустя и это было на земле загсен ангальд это восточной германии через примерно два года и семь месяцев мы переехали сюда в нортрамвисфальн где мы сейчас проживаем город тройсдов здесь я успел где кое-где поучиться опять да я делал практику и хотел сделать я не знаю как это по-русски будет профессия звучать да по-немецки называется лишь техника то есть чтобы вам понять это например когда проходят концерты шоу до нужно сделать сцену установить всю аппаратуру освещение и так далее вот этим я хотел заниматься отработал там год проходил практику мне предложили я хотел выучиться на эту профессию и мне в моей фирме сказали что на этот год мест свободных нет в школе до в колледже и только через год но на это время ними могли бы предложить поработать у них да то есть контракт нагадать я сказал я не могу мне уже там 19 лет или 20 лет было я говорю мне нужна корочка да я пошел учиться на сантехника я отучился два года и семь месяцев не доучился по странным обстоятельствам и в конце концов попал на фабрику на которой я сейчас работаю уже почти 18 лет скажем 17 с половиной и меня абсолютно все устраивает зарплата рабочее место сама работа до по сложности и и по так сказать по физической нагрузке до меня абсолютно все устраивает зарплата меня тоже абсолютно устраивает и вообще жизнь в германии меня в принципе абсолютно устраивает но для тех кто не в курсе я собираюсь совсем скоро покинуть германию и переехать жить в сша это будет совсем скоро меня многие спрашивают когда 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 давайте я вам уже сразу скажу в этом году это точно не случится хотя 24 декабря я уже лечу опять в штаты к семье ну сами понимаете рождество новый год двое детей у меня маленький да сыну пять лет и доченьки моей вот сейчас не могу точно сказать то ли 16 то ли 17 месяцев да нужно было бы высчитать для начала в общем я вам расскажу немножко про эту историю мы собрались в принципе приезжать уже в июне приняли решение лариса отослала документы кое-каких документов не хватало их нужно было дополнить да и в так же входило в эти документы нужно было сделать фотографии для паспорта размером 2 на 2 инча в сантиметров это кажется 5 на 5 то есть размеры американских фотографий на паспорт отличаются от скажем других стандартов да я поехал сюда сделал фотографии и отправил их 20 сентября почтой в америку по сей день эти фотографии не пришли туда то есть лариса их не получила кстати так мы зовут жену ларису смотрите какую лодку везут сзади вот у моего начальника вот такая вот была 120 тысяч евро он заплатил через три недели жена от него убежала с двумя детьми и он ее сдал за 70 тысяч через три недели три недели 50 штук это я просто спонтанно сейчас потому что увидел эту машину так я отправил фотографии 20 сентября по сей день они пришли я уже сам в конце октября полетел туда на месте сделал фотографии мы все документы все свидетельства о браке и так далее фотографии то есть все бланки которые нужно было заполнить об этом я кстати постараюсь тоже сделать видео чтобы вы меня уже спрашивали об этом да как вот этот процесс воссоединение семьи то есть проходит там в принципе все очень просто две формы заполняется прикладываются все документы и отсылаются и 535 долларов тоже нужно за это заплатить это не бесплатно все это мы сделали и вот в начале ноября кажется 2 3 ноября мы уже окончательно отправили все документы нам пришло буквально через пару дней подтверждение о том что документы принятый процесс в обработке теперь нам остается ждать обработки это длится примерно 5-6 месяцев поэтому считаем ноябрь декабрь январь февраль март апрель то есть мыть на данный момент исходим из того что в марте апреле теоретически да я могу так сказать уехать в сша на пмж то есть мне нужно открывать специальную визу в принципе с немецким паспортом я и так могу без визово ездить в америку но оставаться жить там не могу хотя есть конечно возможность остаться там через адвокатов туда-сюда но нам этого лакита не нужна и лишние деньги тратить мы тоже не хотим так что касается этого если кто-то вдруг не знал до 40 лет мне буквально вот недавно исполнилось я отмечал опять же штатах просто так совпало ну потому что знаете почему потому что этот день мой рождение это же один это тот же день самый когда и день свадьбы у нас да то есть у нас с ларисой была свадьба на в день рождения моего так положилось так сложилось то есть мы хотели бы день два раньше но может быть даже три раньше но не получалось потому что в лас-вегасе мы прилетели туда на ура и буквально за эту неделю мы все там сделали то есть оформили получили лицензию если я уже спрашивал но я смотрю никому интересно как же это проходит женитьба в сша как это все как это все сделать да куда нужно обращаться да что для этого нужно да я об этом могу спокойно все рассказать опыт есть так в браке мы уже находимся 7 лет и вот это вот ситуация семейная да у нас сейчас уже более двух с половиной лет длится когда мы живем в рознь но бывает такие фазы да когда семья моя сюда прилетает да вот в этом году они три месяца были зимой и полтора месяца были летом и я уже в этом году кажется шесть раз летал то есть я делаю все для того чтобы контакт семьей поддерживался чтобы я был семьей насколько мне это позволяет число отпуска и переработанных часов которые я беру это кстати тоже один из его поворосов частых то есть как я могу так часто в году летать откуда у меня столько отпуска я вам скажу отпуска у меня в году 30 дней все что остальное я беру это переработанные часы да у нас работе неделя 37 с половиной часов работа мы 40 часов и вот считайте каждую неделю два с половиной часа идут так сказать на счет так ребят в принципе я так спонтанно вам решил записать видео потому что многие не в курсе всех событий да я давайте вам еще в конце забыл сказать может быть тоже кому то интересно да дети у нас имеют два гражданства американское и немецкое кстати оба ребенка были рождены в соединенных штатах последним в прошлом году в июле родилась наша доченька то есть я снял этот хотел сказать кранкенхаус да то есть в германии очень часто называют что-то немецкими словами да то есть то как оно по немецки звучит это это то это так в привычке да у нас потому что это второй язык на котором мы общаемся да иногда я говорю не больница не госпиталь да а кранкенхаус да и за это меня очень многие критикуют да так некоторые наоборот говорят чтобы побольше немецких слов говорил чтобы они так сказать понимали что я имею вид чтобы учили немножко да чтобы знали вот например выучите слово больница кранкенхаус так дети имеют двойное гражданство немецко-американское оба оба родились в штатах так как я гражданин германии им также полагается и немецкое гражданство потом у меня тоже есть два гражданство я имею российский паспорт и имею немецкий паспорт теперь многие спрашивают или пишут такую ерунду как мы здесь плохо живем да какие мы люди второго сорта это как бы сейчас не совсем в тему это все не так есть конечно случай да когда люди не могут сложить свою судьбу здесь в германии да для которых немножко тяжеловато во первых незнание языка это большая проблема если вы хотите построить свою карьеру я хочу сказать в германии уровень жизни достаточно высокий не на такую ерунду писать что мы там моем туалеты и и так далее и тому подобное да то есть все люди те которые хотят интегрироваться да которые способны к этому а это основная масса то есть они живут очень хорошо да много моих друзей построили себе дома хоть и в кредитах как вы пишите да но без кредита никуда попробуйте купить дом за 400 тысяч не в кредит я хотел бы посмотреть как это должно случиться или ту же машину да например ну скажем 35 тысяч 30 тысяч да попробуйте купить ее не в кредит кредит это нормальное явление проценты небольшие позволяют тем более если вы покупаете новые автомобили которые некоторые предлагают даже под ноль процентов дали ноль кома один там или я ведь опять говорю ноль целых одну десятую так скажем отошел немножко темы так в общем 15 минут думаю хватит да живу в германии скоро уеду в америку с женой как познакомился ах видите видите это когда неподготовленный женой познакомился в интернете в 2009 году в одноклассниках да потом туда-сюда переписка контакт skype завязали соотношения влюбились поженились лариса приехала сюда пожила три года потом мы тыкались мыкались в конце концов приняли решение поехать жить в америку я этого больше хотел чем моя жена хотя моей жене честно откровенно если сказать ей больше нравится жить в америке но она согласна была жить и здесь и там она сказала мне нет какой разницы в конце концов нужно было уже определяться потому что дети большие то есть сын наш пойдет в школу что он и делает уже да в детский сад он ходит начинает уже схватывать английский язык достаточно хорошо у детей это идет очень быстро так вот видите когда они подготовлены вот так вот все что в голову пришло я вам наговорил да судите как хотите ставьте лайки обычно этого не прошу никогда да но говорю вам ставьте лайки подписывайтесь на мой канал делитесь моими видео с друзьями если они вдруг будут интересными а вообще желаю всем удачи всем завершения или хорошего завершения этого года и удачного следующего года я постараюсь что-то может быть более интересное вам снимать по возможности конечно потому что мне нужно своих подписчиков как-то развлекать чем-то развлекать что-то интересно им показывать или рассказывать в общем всем спасибо за внимание всем пока и до встречи моих видео